Приветствую вас. Вы обратились в раздел «Психология». Психологи не подсказывают на предмет порши и сглазов. Психологи не определяют наличие или отсутствие заболевания какого-либо. Для этого вам нужно обратиться в раздел «Эзотерики». Именно там вам ответят на интересующие вас вопросы и, возможно, помогут снять симптомы, которые вас беспокоят, которые вас волнуют и так далее. А если говорить с позиции психологии о том, что с вами происходит, то мне видится ситуация следующая. Что организм ваш так проявляет либо напряжение от непереносимой нагрузки, то есть как бы вы чувствуете, что не справляетесь с какой-либо проблемой, но у вас нет возможности проблему разрешить, и, соответственно, вы испытываете напряжение, которое выражается вот в такой реакции, в такой модели поведения. Если бы этого не было, то, соответственно, можно говорить о том, что вы бы заболели еще больше, еще сильнее вы бы заболели, либо начались какие-то изменения в психике, которые можно было бы приравнять к заболеваниям. Вторая причина, по которой вы можете испытывать подобные переживания, связана с неврозом. Невроз – это подавленные желания, которые вы не позволяете себе реализовать, которые вы не позволяете себе в должном мере материализовать, удовлетворить. И в этом случае можно говорить о том, что ваше тело таким образом сигнализирует о наличии проблем у вас, о наличии неудовлетворенности у вас, и, соответственно, пытается показать вам, что необходимо некая корректировка вашего поведения для того, чтобы это все ушло. И понятное дело, понятное дело, что корректирование требует определенной работы. То есть в какой-то момент вы начали себя подавлять, в какой-то момент вы начали себя ограничивать в чем-то очень важным для вас, и, соответственно, ваши желания перестали удовлетворяться. И если в первом случае речь идет о характере того, что вы делаете, когда мы говорим именно о напряжении, о нагрузках, об изнашивании, об усилиях постоянных и соответствующей энергии, которая на эти усилия тратится, то в втором случае мы можем сказать о начале этого момента, во втором случае мы можем сказать о точке отсчета, точке входа в данную ситуацию, в данную проблематику. И именно уже с нее, с точки входа, можно начинать говорить о проблематике. То есть вот, например, что-то случилось, допустим, вы устроились на новую работу, ну, например, просто как пример, вы устроились на новую работу, и на этой новой работе вы стали себя ограничивать, да? Из-за чего? Из-за того, например, что опасаетесь увольнения, ну, допустим. И, соответственно, вы работаете, увольнения вы вроде бы как не получаете, да? То есть оно вам не светит. Но при этом вы себя изнашиваете и как бы запрещаете себе какие-то вещи. И если в первом случае можно говорить именно о характере работы, то во втором случае можно говорить именно о вашем субъективном отношении к этому, к данным аспектам, к данным обстоятельствам вашей жизни. Вот. Наконец, еще одна причина, по которой вы можете, ну, испытывать подобные чувства, это страх. Некая тревожность, значит, в результате которой вы, возможно, выходите за пределы своего комфортного состояния, выходите за пределы своего привычного состояния, и, соответственно, это порождает стресс, и, в некоторых случаях, возможно, вот та реакция, которая у вас есть. Здесь, в отличие от предыдущих двух моментов, важно все. И то, что делаете вы, и то, как вы к этому относитесь, и то, что для вас все значит, то, что вы делаете. Но ключевой момент, ключевой момент связан с тем, что вы вышли за пределы своей привычки. К ключевой момент. И поэтому здесь важно понять, что именно выходит за рамки вашего стереотипа, стереотипического поведения. Потому что и почему выходит. То есть, что выходит и почему выходит. Это вот, пожалуй, самое важное в этом контексте. Здесь тоже важна точка входа. Здесь тоже важно понять, с какого момента вот ситуация произошла. Здесь тоже важно понять, когда вы начали испытывать тревожность, например. И, соответственно, в этом случае уже можно будет о чем-то говорить конкретно с вами. То есть, почему тревожность вызвана, чем тревожность вызвана и так далее. Если мы говорим о тревожности, то вы здесь и сейчас прямо закрываете глаза на то, что есть, ну, какая-либо проблема на то, что есть какая-либо проблематика. Вы закрываете на это глаза, пытаетесь избежать этого. И, соответственно, в итоге у вас такой своего рода замкнутый круг происходит. Когда вы с одной стороны вроде бы не хотите, чтобы ситуация была, потому что она вам неприятна. Вот. Но с другой стороны, с другой стороны, вам она нравится, потому что у вас нет выбора как бы. То есть, по сути дела, вы не можете по-другому вообще. У вас нет ресурсов пока для того, чтобы как бы иначе поступать. Вот. Поэтому здесь также необходимо разбираться и здесь также необходимо тщательно анализировать те ситуации, в которые вы попали. Почему вы попали? Как попали? Ну и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!